МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О новшествах на Тобольских дорогах поговорим сегодня с Федором Духно, начальником управления дорожной инфраструктурой и транспорта администрации Тобольска. А пока топ-5 событий этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданное открытие мемориально-скультурного ансамбля Табляков «Бессмертный полк» состоялось в онлайн-режиме. В этом году многие праздники были переведены в такой формат, но это торжество было необходимо провести онлайн. Всех желающих площадь памяти просто не смогла бы вместить. Так как тысячи табляков сделали свой вклад в создание народной стены памяти, несли фотографии героев своей семьи и вносили идеи. В результате получилось сложное и красивое произведение, основанное на реальных событиях и судьбах настоящих героев Тобольска. Девочка-подросток помогла тонущему в артыше мужчине. Внимание Кате Лютовениной привлекли крики о помощи. 14-летняя таблячка взяла спасательный круг и бросилась в воду. Благодаря своевременной помощи мужчина смог добраться до берега. МЧС будет ходатайствовать о представлении девочки к награде. Едва успели спасти и малыша в Менделеево, родители призывают к бдительности. С начала года в Тобольске утонули уже два человека. 169 видеокамер добавила в систему «Безопасный город», чтобы в круглосуточном режиме следить за происходящим на улицах и местностями малой и большой гостевые маршруты. Камеры антивандальные, устойчивы к любым температурным режимам. Благодаря датчику инфракрасного излучения могут вести запись и в абсолютной темноте. В режиме реального времени за картинкой следит дежурная диспетчерская служба города. Всего в Тобольске наблюдает за порядком 331 камера, и их число планируется увеличить. Еще две площадки для стритворкаута появились в Тобольске. Открытие посетили лидер движения в России Сергей Михнин и команда тюменских спортсменов. В седьмом микрорайоне из Сумкина прошли спортивные мастер-классы и конкурсы для новичков. Только год назад в городе появилась первая площадка, а желающих заниматься уже немало. Приходят сюда и ребята, которые увлечены другими видами спорта. В шаговой доступности от дома есть возможность закреплять результаты. До конца года площадки для воркаута откроются в Верхнефилатова и Менделеева. Стоявшая в регионе жара спровоцировала лесные пожары. В Тобольском районе их пока нет, однако в Увадском районе за июль обнаружено 7 очагов возгораний общей площади более 90 гектаров. Три пожара ликвидировано, еще столько же локализовано. На тушении работает 75 человек из разных районов Тюменской области. Привлечена авиалесоохрана. В Агайском районе три лесных пожара на площади 4,7 гектара. Все они ликвидированы. Воспламенение возникло в труднодоступных местах. И теперь главной теме выпуска. Наш гость сегодня Федор Духно, начальник управления дорожной инфраструктурой и транспорта администрации Тобольска. Здравствуйте, Федор Евгеньевич. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим с вами в первую очередь о дорожных работах, потому что они в такой активной фазе, горожане это наблюдают. Очень интересно, что же будет сделано, какие планы у вас на это лето, на этот сезон? На это лето у нас огромные планы. Здесь мы можем поговорить сразу же по нескольким категориям дорог. Начнем с самого главного. Мы приступили и уже активно ведем реконструкцию улицы Ленина. В рамках реконструкции осуществляется замена дорожного полотна, реконструкция тротуаров. В том числе будут выполнены мероприятия по устройству велодорожки. Это тоже отдельная тема для разговора. Там комплексные работы. Там комплексные работы, совершенно верно. Также будут заменены автобусные остановки. Работу планируем в этом году закончить. Если говорить о дорогах в целом в городе, я так понимаю, идет и ремонт, и строительство новых дорог? Да. Сейчас мы и ремонтируем дороги, и в рамках ремонта строим новые дороги. Но в основном мы все-таки ремонтируем действующие дороги. Если мы говорим конкретно про ремонт дорог, то тоже у нас большие мероприятия проходят сейчас на подъезде к железнодорожному вокзалу. Мы осуществляем ремонт дорожного полотна. Долгожданный. Долгожданный, да. Также у нас сейчас происходит ремонт подъезда микрорайонезащитина. Выполняются работы по строительству автомобильных дорог в микрорайоне. В микрорайоне строитель меняется покрытие, то есть осуществляется замена щебеночного покрытия на покрытие асфальтобетонное. Также будет, а еще одно долгожданное мероприятие, это микрорайон строитель будет соединен с 7 микрорайоном, то есть в районе мечети. Ведутся ремонтные работы на дорогах 18 микрорайона, 12 микрорайона. Щебенение дорог происходит на территории Левобережья и подгорной части города Тобольск. Незаметным новшеством этого года в Тобольске стали искусственные дорожные неровности, которые строятся на пешеходных переходах. Скажите, это будет во всем городе? На каждой зебре будет такой подъемчик или только в отдельных каких-то местах? Искусственные дорожные неровности устанавливаются точно так же в соответствии с правилами. Их нельзя ставить просто так. Не все зебры оборудовываются искусственными дорожными неровностями. Здесь точно так же сочетаются параметры, такие как аварийность, интенсивность и, соответственно, безопасность. Допустим, пешеходные переходы в районе образовательных учреждений, вблизи, даже не в районе, а вблизи. То есть что такое вблизи? Это когда у нас пешеходный переход находится прямо в границах образовательного учреждения. Нет, то есть, да, прям грубо говоря, забор, проезд и вот пешеходный переход. То есть, соответственно, вот этот пешеходный переход в обязательном порядке оборудуется искусственной дорожной неровностью. Мы потихонечку отказываемся от действующих... Полосок этих лежачих полицейских? Да, 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 резинометаллических эденов так называемых. У нас очень много жалоб поступало от пассажиров общественного транспорта, от автотранспортного предприятия. У них же еще та проблема, что они не цельные, куски, эти фрагменты выпадают, вот эти дыли... Особенно в зимний период огромная проблема при очистке дорог, они постоянно деформируются, постоянно их необходимо восстанавливать. И плюс, как практика эксплуатации данных искусственных неровностей показала, они не совсем соответствуют той заявленной скорости, на которую они устанавливаются. То есть, если в соответствии с густами положено 40 км в час, резинометаллическую искусственную дорожную неровность со скоростью 40 км в час проехать невозможно. Вот, для этого было принято решение выполнить искусственные дорожные неровности из асфальта бетона. И плюс, соответственно, мы сразу же совместили их с пешеходными переходами. Во-первых, это сокращение затрат, потому что пешеходный переход с обоих сторон необходимо оборудовать искусственными дорожными неровностями, а в данном случае происходит совмещение. На радость велосипедистам продолжается и строительство велодорожек. Моя коллега Анастасия Плюснина расскажет подробнее. Давайте посмотрим сюжет. Наровной, предназначенной специально для двухколесного транспорта дороги, можно и погонять. В прошлом году такая появилась вдоль Уадского тракта. В этом году закончили благоустройство велодорожки по улице Дзираева. Эти места уже облюбовали спортсмены, но новые маршруты всегда хорошо. Теперь вдоль улицы Ленина по обе стороны оборудуется дорога для сторонников велодвижения. Общая протяженность 2600 метров, ширина тротуара по стандарту 3 метра, полтора для велосипедистов и полтора для пешеходов. Капитальный ремонт, мы полностью меняем систему освещения, покрытие как тротуаров, так и велосипедной дорожки, и самого дорожного поводна, включая водоотведение. Мы планируем завершить у нас по контракту 31 октября 2020 года. Улица Ленина должна быть завершена. Опытные и профессиональные велосипедисты, конечно, преодолевают любые препятствия на городских маршрутах и легко обходят пешеходов и на дороге знают, как себя вести. Велосипедист имеет право двигаться по краю проезжей части в соответствии с правилами. Тогда он становится участником дорожного движения, он является водителем транспортного средства и, соответственно, должны все выполнять правила. Но для многих это просто активный отдых, а кто-то только осваивает навыки езды на железном коне. Велодорожки – это безопасность. Когда сегодня велосипедисты едут по дороге, они подвергают риску себя. Когда же мы едем по тротуарам, то, соответственно, они застрахованы от того, что мы наедем на пешеходов, на детей. Правила подразумевают без наличия велодорожек двигаться и по тротуарам, и по проезжей части, и то, и другое небезопасно. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Федор Евгеньевич, мы видим, что строительство продолжается. Я знаю, что велосипедисты города мечтают о длинной кольцевой велодорожке, где можно было бы спокойно ездить, нарабатывать, тренироваться, не выезжая на дороги. Есть такое в планах? Планы у нас такие есть. Мы очень основательно подходим к этим планам. То есть в настоящий момент мы, точнее, нами уже изучены лучшие практики организации формирования велодорожек на территории города. Это же не просто должны быть разрозненные, натыканные велодорожки. Это должна быть единая сеть с инструктурой. Такие задачи перед нами стоят, и мы к ним планомерно идем. Ну и, наверное, самое интересное, такая новация, это умные светофоры. Что это такое, расскажите, и когда же мы их уже увидим на улицах города? Я думаю, что в середине или в конце августа мы уже увидим первый светофорный объект, который будет выполнен по-новому. Будут установлены блоки двух типов. На центральных перекрестках, это у нас перекресток Юбилейная, Менделеева, Менделеева-Комсомольский, Менделеева-Ремезова, Полонского, Нефтехимиков. Будут устроены так называемые локально адаптивные блоки управления. То есть данные светофоры будут оборудованы датчиками или так называемыми сенсорами движения транспорта. То есть светофор отслеживает поток, который наращивается на одном из направлений количества машин. И сам принимает решение о том, что вот это направление пора пропускать. Включается зеленый сигнал, направление проходит, соответственно в это время происходит мониторинг других направлений. И после этого светофор принимает по программе решение и пропускает другое направление. Данные светофоры функционируют, в том числе в областном центре. То есть система работает, поэтому будем применять. Второй тип светофорных объектов это так называемое координированное управление. То есть они уже решение не принимают о пропуске потока. Они связаны в одну единую сеть. И фактически мы получаем нормально, правильно настроенные зеленые волны. То есть те пропустили. Да, те пропустили, поток пошел к следующему светофору. То есть и соответственно при приближении потока с разрешенной скоростью поток должен попасть в зеленую волну. И спокойно направление проезжает. Как быть пешеходом? С машинами понятно. И пропускают, не пропускают. С пешеходами у нас тоже тема продумана. Если, грубо говоря, светофор работает и пешеходов поблизости нет, то он работает на пропуск транспорта. Как только человек подходит, все светофорные объекты будут оборудованы кнопками вызова пешехода. То есть пешеход нажимает кнопку, завершается транспортная фаза. Начинается фаза для движения пешеходов и пешеход идет. Спокойно, то есть в отведенное время. С по требованию. Да, совершенно верно. Не надо будет стоять в пустую на перекрестке, пока никого нет. Да, совершенно верно. То есть вот это вот мы ловим, вот этот баланс между автомобилистами и пешеходами. То есть, как известно, в Тобольске это два таких лагеря, которые между собой не могут подружиться. Не только в Тобольске. Ну, мы смотрим настроения в Тобольске в первую очередь. Хорошо, ну что ж, тогда ждем августа, ждем новшеств и спасибо вам за разговор. Спасибо вам. А я напоминаю, что нашим гостем был Федор Духно, начальник управления дорожной инфраструктурой и транспорта администрации Тобольска. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама расскажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя.